В Ненинском округе прошли традиционные рождественские богослужения. В ночь с 6 на 7 января в Богоявленском соборе божественную литургию провел епископ Наринмарский Мезеинский Аков. Ольга Русл продолжит. Православные христиане празднуют Рождество по византийскому календарю 7 января. Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем двухтысячелетней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария с мужем Иосифом. Мест в вифлеемских гостиницах для Иосифа и Марии не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота. Там и родился Иисус. Праздник Рождества Христова начинается с ожидания. И главное в этом ожидании – пост, дляящийся с 28 ноября по 6 января. Он готовит дух и тело к восприятию самого события Рождества Христова, к участию в нем. Подобно тому, как волхвы шли в Вифлеем и ожидали увидеть родившегося Христа, готовились к этой встрече, несли ему дары. Так, совершая пост, православные христиане приносят Господу свои духовные дары. Удивительный праздник рождения Иисуса Христа, нашего Спасителя. И, конечно же, в это время Иисус Христос был ребенком. Поскольку моя профессия связана с детьми, поэтому мне очень близко это время. Ну, вообще любому, конечно, человеку на земле. Это удивительное, сказочное время со звездами, с красотой, со снегом. Хозяйки готовят 12 постных блюд. Это символическое число – 12 месяцев года, 12 апостолов и 12 главных церковных праздников. Главное блюдо на праздничном столе – кутья, пшеничные зерна с медом и орехами. Вся семья должна быть одета в новую одежду. Как обычно, пост надо соблюдать, но не всегда получается, по-видимому. Ну, ночь на службу, а утром праздник, как всегда, с утра встаешь, завтрак праздничный, обед, гости. Для начала мы обычно готовим еду, потом наряжаемся и, как обычно, празднуем, веселимся. В церковь обязательно ходишь? Да, в церковь. Веселый праздник. Много костей не набираем, пару знакомых, да и родственники. Ничего особенного. А что готовится? Пироги, тортик. Вечер накануне торжества проводят в кругу самых близких людей. За стол садятся с первой звездой, которая символизирует вифлеемскую звезду, приветшую волхов к родившемуся Иисусу Христу. Обычно приходят еще с калидой. Сегодня уже были у нас калидовщики, девочки были, очень красиво пели частушки. И все тоже прославляли Иисуса Христа, Богородицу. Ну, я всегда по традиции их запускаю, потому что еще бабушка говорила, что они всегда приносят счастье в дом. Поэтому дом открыть для всех. Если кто-то придет в гости, я буду только рада. Сразу после праздника Рождества Христова у православных России начались святки. Особый период до 18 января, посвященный радости рождения Христа. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.